Всем привет! Вышла сейчас на балкон. У нас он такой вот недостроенный, как бы везде разваленный. С чего я вышла на балкон, потому что Антон сейчас спит, хотя, ну, уже достаточно такое позднее утро, но Антон еще спит. И я хотела вам показать, что я купила себе. Это картина по номерам. Вот она будет вот такая. Тут будет нарисована сова на веточке. Вот здесь я очень жаль, что я сразу на сайте не могла посмотреть сложность. Здесь сложность 2 из 5. Прошлая картина, которую я разукрашивала, была, там, по-моему, 4 из 5. Ну, то есть достаточно сложная. Это достаточно легкая картина. Так, что в самой коробке? Ну, я думаю, многие знают, что значит картина по номерам, рисование по номерам. Ну, в общем, в комплекте идет вот такой вот холст из хлопка. И здесь границами выделены определенные цифры. И вот по цифрам есть определенные цвета. И три кисточки в наборе. Вот только что ездила, купила Антону подарок. У нас скоро годовщина свадьбы. И купила я ему вот такую вот электронную сигарету. Как бы я в этих сигаретах вообще не разбираюсь, ничего не понимаю. Но мне его брат посоветовал вот такую вот электронную сигарету. Мне тут дали карточку постоянного покупателя, гарантию. И вот такая вот сигарета. У него сейчас сигарета чуть подлиннее. Ну, в ширину такая же, просто чуть подлиннее. Но какие-то характеристики в ней вроде бы другие. Такой жаркий день. И там еще какое-то, типа, праздничное БРСМовское движение там у них. И, в общем, здесь все парковки забиты. Я не знаю даже, как я буду отсюда выезжать. Потому что туда я даже побоялась ехать. Там все места заняты. Я прошлась потом туда. Там все места заняты. Здесь все занято. Постоянно машины ездят туда-сюда. Я не знаю, как я буду выезжать. Я сюда вообще чудом припарковалась. Здесь так мало места. А я так хорошо здесь встала. Надеюсь, так же хорошо выйду. Там развернусь где-нибудь. И потом поеду обратно. Нужно туда. Ну вот, я приехала домой с подарочком. Хотела еще его запаковать в какую-нибудь подарочную коробку, упаковку. Ну, в подарочную бумагу, в общем. Не знаю, может быть, будет у Максима какой-то кусочек подарочной бумаги. Или надо будет потом как-нибудь купить. Либо, может быть, какой-то цветочек такой, знаете. Ну ладно, проехали. Что я хотела рассказать. Захожу я в магазин. Я вообще сама по себе ни разу курить даже не пробовала. Вот мне как-то Антон говорит, попробуйте немножко покури электронную сигарету. Ну, чисто так, попробовать. Я как бы вроде бы вдыхаю, но нужно вдыхать там куда-то в легкие. У меня не получается вдыхать в легкие. Я, ну, мало того, что я сама не хочу особо там курить. И никогда не хотела, у меня не было никогда цели даже попробовать там погурить. В общем, суть в том, что я никогда не пробовала курить. И тут прихожу я в магазин, а там такой достаточно молодой был продавец. Ну, может быть, ему лет там 20-20. Ну, 20, да. Скорее всего, 20. И он такой сразу со мной на «ты» так по-свойски, как будто я там курильщица с 50-летним стажем. И он такой тоже курильщик. Ну, и он такой мне сразу на «ты» там что-то подсказать. Ну, я говорю, вот мне нужна вот такая вот сигарета, там показываю на эту сигарету. И он говорит, так, если ты раньше курила там более легенькие сигареты, то для тебя это будет вообще классная сигарета. А он, ну, знаете, гнет свою линию. То есть, не знаю, я что ли похожа на человека, который там много курит. Я ему говорю, вот у меня парень курил, которому я дарю подарок, курил 3 года до этого примерно электронные сигареты. Ну, и как бы ему не нужна там легенькая. Ну, потому что он сказал там вроде это, если ты курила легенькие, то это для тебя будет типа нормально. Вот. Ну, короче говоря, весь посыл в том, что он почему-то с чего-то решил, что я скрываю от него то, что я там курильщица такая. А он всё время меня выводил на эти откровения. Такой, типа, да ты не волнуйся, давай, там, скажи, что ты раньше курила, какую крепость ты курила. А я такая говорю, да я не курила, я вообще даже не знаю там испаритель. Я знаю слово испаритель, да. И я как бы у него спросила, там, есть ли в комплекте испаритель, или его нужно докупать. И он, наверное, подумал, если она знает слово испаритель, то она точно там заядлая курильщица. Ну, в общем, не знаю, в общем, такая вот история произошла. Смешная для меня. Я там, ну, я там стояла так вроде с серьёзным лицом, но как бы если потом я вышла, и если вот задуматься, то, не знаю, провоцировал он меня на то, чтобы я сказала, блин, да, я курю. Ну вот, хотя на самом деле не курю. Ну вот так. Сейчас покажу немножко сигарету. Вот такая вот сигарета. Так. Вот марка Элиф, Айстик, Пика и что-то там ещё, по-моему, 45... А, вот, 75 ватт. Или там было 40 написано, я уже не помню. Так. Ну, что идёт в комплекте с этой коробочкой? Во-первых, он мне дал карту. Вот, он мне спросил, типа, вам бонусы какие-то надо? Вам бонусы надо? Что-то такое спросил. Я сказала, если это выгодно, то надо. Он такой, ну да, это выгодно. В общем, завёл мне такую карточку. Ну, я там завела на имя Антона. Если ему вдруг нужно будет покупать какие-то жидкости, там вроде бы уже в бонусах 5 рублей. Дальше дали мне гарантийный талон. Чек, кстати, не дали. Дали просто гарантийный талон. Ну, и вот такая вот сигарета. Была там серебристая и чёрная. Но когда я, как бы, сравнила их сблизи, просто вот в руках подержала сблизи и сравнила, то чёрная сигарета, она не имеет... Блин, так трясётся камера. Не имеет никаких дефектов там. Ну, она чёрная, матовая. Ну, мне понравилась чёрная. Серебристая. На ней видно, ну, она выглядела, как будто ей уже год кто-то пользовался. И потом они её, типа, поставили как новую на продажу. Поэтому я выбрала чёрную и взяла чёрную. Сейчас у Антона очень легко меняются аккумуляторы. Кстати, ещё аккумулятор купила. Здесь не было аккумулятора в комплексе. Вот, купила ещё аккумулятор. Тут какая-то регулировка, регулировка мощности. Вот здесь регулировка мощности. Здесь зарядка. Это дисплей и сама кнопка. Вот здесь аккумулятор. Как там его раскрутить? Он мне посоветовал взять аккумулятор шоколадка. Потому что он коричневого цвета. Называется шоколадка. Вот такой вот аккумулятор посоветовал взять. Сказал, что это хороший. Аккумулятор по сравнению с остальными аккумуляторами. Но мне не очень нравится то, что он... Вот у Антона на нынешней сигарете. Там просто вот так вот как бы отщёлкивается. Так вот раз. Достается аккумулятор и защёлкивается. На этой сигарете вот придётся пооткручивать. Но там аккумуляторы уже такие полуубитые, что ли. А здесь я надеюсь, что хороший будет аккумулятор. Будет на день хватать. И, в общем, я надеюсь, что Антону подарок понравится. Вот. И второе это вот такое. Бак. Ну, в общем, как они его называют? Бак или что? Вот. И там внутри испаритель. И ещё в комплекте идёт дополнительный. Где-то там дальше дополнительный испаритель. На замену. Сейчас посмотрим. Вот зарядка к компьютеру. Это что? Это что? Короче, я не знаю, что это. Какие-то резиновые прокладки, судя по всему. Дополнительный испаритель и зарядка через USB. Так, может быть, вот здесь будет написана полная модель. Вот. Вот модель. Мело 3. Мини. Атомайзер. В общем, кто понимает, тот поймёт. Кто не понимает, тому и не надо, в принципе. Вот. Вот мой подарочек. Потом ещё завернул в подарочную упаковку. И будет лежать и ждать своей очереди. Так, вот так вот всё. Не знаю, на что распространяется гарантия. Мне кажется, если уже туда залить. Хотя, если залить жидкость, и оно не работает, то, видимо, по гарантии можно как-то что-то сделать. Тем более, вот эти две части, они как бы друг от друга, ну, независящие. Эту можно заменить, а эта останется, ну, если она рабочая. Вот он, кстати, не проверял вроде бы рабочая. А нет, там что-то на дисплее было написано. Ладно. Ну, в общем, вот так. Всем привет. Недавно, буквально там пару недель назад, я узнала такую новость хорошую, что мы переезжаем отсюда. Просто не сейчас, а примерно через месяц. Мы переезжаем отсюда, это будет октябрь. Переезжаем мы в коробку, там, где ничего не будет. Просто будут голые стены. Это свой дом. В дальнейшем мы будем его обустраивать, но пока деньги вложены на то, чтобы его построить. Поэтому пока денег для такого глобального обустройства там нет. Вот. Переезжаем мы вот отсюда. Мы все время жили в этой комнатке. Вот такая вот у нас комнатка. Здесь у нас кровать стоит, я сейчас на ней сижу. Дальше. Ну, тут окна, наши два шкафа. Вот так получается мой шкаф, это шкаф Антона. Телевизор. Здесь как бы не убрано, я еще сегодня буду убирать. Что мы планируем отсюда забрать? Ну, как бы, что я планирую отсюда забрать? Может быть, Антон будет против? Ну, помимо одежды там и, понятно, что вещей своих личных, что мы будем еще забирать? Я думаю, забрать какой-то один из этих шкафов. Потому что когда мы переедем в новое место, не особо там будет, где складывать вещи. И зачем покупать какой-то новый шкаф? Пускай даже он будет там, может, дешевый. Но зачем покупать новый шкаф, если есть здесь нормальный? Ну, в общем, один из этих шкафов я бы хотела, чтобы мы перевезли. Вот этот вот под телевизионный столик. Вот. Не знаю насчет телевизора, потому что, ну, мы его, конечно, смотрим. Но есть ли смысл его перевозить? Потому что можно точно так же посмотреть и на ноутбуке. Вот. Поэтому я что планирую? Шкаф. Вот этот, тумбочку эту. Стол и кресло. Там у нас, ну, там у нас бардак в той комнате. Никто там не живет. Может быть, вот этот шкаф тоже. Потому что здесь есть вешалка для вещей, которые должны висеть в вертикальном состоянии и не мяться. И планируем перевести либо кровать полностью. Вот у нас такая кровать. Либо ее полностью перевести, либо просто перевести матрас. И там первое время спать на матрасе. Ну, дальше пылесос. У нас там желтенький вот пылесос стоит. Вообще, в этом доме у нас обустроена только эта вот комната. Потому что внизу, внизу мы ходим на кухню, там кушаем. А на втором этаже у нас обустроена здесь вот сугубо вот эта наша комната. И тут еще за стенкой туалет. И все, на этом этаже больше вот такой вот хлам. Я так рада была, когда осознала ту новость, что мы переезжаем через месяц. Я просто очень довольна. В очень хорошем расположении духа сейчас нахожусь. Посчитала уже, что нужно на первое время нам будет купить, если вдруг мы будем покупать какую-то недорогую технику. Потому что, ну, я не знаю, будет идти строительство. Там мало ли, вот купим, допустим, дорогой какой-то холодильник. Мы хотим просто большой холодильник купить. И, предположим, купим мы этот большой холодильник. И потом после строительства, может быть, там на нем какие-то останутся разводы, когда надо будет делать потолок, и оно будет все капать с потолка, например. Или, ну, я не знаю, какие ситуации там могут произойти при строительстве. Но суть в том, что я подумала, что можно купить какие-то дешевые вещи, но вполне качественные тоже. Просто, например, холодильник небольшой, как мы хотели, а маленький. Там стиральную машинку какую-то не автоматическую, какой-нибудь, ну, полуавтомат какой-нибудь. Ну, какую-то, может быть, двухкомфорточную плиту. Правда, и духовку хотелось бы. У нас есть и свече, мы ее можем перевезти. Ну, и так по мелочи, как бы утюг, чайник. Ну, в общем, такие вот мелочи. Я уже подсчитала, что примерно это будет занимать 400 или 400-600 долларов. Сейчас я вам хочу показать, где живет наш Пумба. И... Так, сейчас. Сейчас вообще, ну, в общем, покажу, что у нас здесь. Вот у нас наша комната, в которой мы живем и обитаем большее количество времени. Вот здесь уже вот с этой стороны, например, ну, развалины, скажем так. Ну, вот дальше мы проходим. Здесь у нас туалет. Вот унитаз, раковина, там душевая кабина стоит. И здесь мы недавно совершенно, буквально там неделю назад, сделали вот такую комнату. Сделали вот такую комнату здесь. Иногда сидит Антон вечерами, потому что я ложусь спать, и мне очень мешает, когда свет на меня попадает, я не могу заснуть. Поэтому он сюда принес себе кресло-мешок и сидит здесь, работает. Вот эту комнатку недавно сделали, и если бы мы оставались здесь, то эта комната планировалась как кухня. Мы бы сделали здесь кухню, поставили бы здесь вот угловую кухню. Здесь даже вот все розетки и вода выведена для того, чтобы там мыть посуду. Была вода для кухни, вот, но мы переезжаем. Что у нас за окном? Вот здесь строительные леса, ну, то есть это недостроенный дом. В частности, недостроен второй этаж. Первый этаж построен, там живут родители Антона на втором этаже. Ну, здесь недостроено. Вот, кстати, скворечник. Вот, и если к нему присмотреться, то он без верхушки, без крышечки и без дна. Вообще интересно. Ну, давно его уже ставили. Так, ну, в общем, вот она, как бы, кухня, которую мы планировали. Дальше вот здесь всякий там хлам. Так, сейчас укрою дверь. Вот здесь у нас всякий хлам, то есть с первого этажа, всякий строительный мусор. То, что когда-нибудь может понадобиться, все тащили сюда. И поэтому, ну, здесь комната полнейшего барахла. Дальше. Вот здесь лестница на первый этаж. И вон там сидит пумбочка. Здесь тоже куча барахла. И вот он наш пумба. Вот он наш красавчик. Вот он наш красавчик. Вот он наш моллюск. Моллюпасик. Вот. И сейчас у него такая клетка, ну, не совсем, скажем так, удобная для использования. Потому что в ней нет никакого двойного дна. И вот он, ну, я ему вот подкладываю. Вот я нашла такую большую коробку. Я ему подкладываю коробку, в эту коробку наполнитель. И он там делает свои дела. Там тоже, видите, коробка стоит. Потому что, ну, он туда тоже может делать свои дела. Вот здесь он уже промазал со своими делами. Ну, в общем, эта клетка не очень удобная. Это его кормушка здесь. Поилочки. Поилочки. Вот он две выпил за два дня. Осталось третье. У нас три поилки. Потому что я боюсь, я читала, что кроликам обязательно надо пить воду. Поэтому я боюсь, чтобы пумба... Ой, 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 ой. Ой, какой красавчик. Боюсь, чтобы пумба тут от жажды не грустил. Вот так вот. Так вот, что касательно клетки. Хочу купить новую клетку. Я хочу подобрать такую клетку, чтобы она была просторная. Потому что кролику нужно бегать по этой клетке. Но еще у меня есть такое желание, чтобы было двойное дно. Вот кролик сидит, допустим, наверху на какой-то сеточке. А вниз туда проходят все его делишки. И я могу вынять поддон, убрать все его делишки и засунуть чистый поддон обратно. Не тормоша при этом кролика как-то. И, ну, в общем, для своего и кролячего удобства. Так, сейчас посмотрим, что это за клетки. В общем, смотрю, например, 129 рублей. Ну, это может быть маленькая клетка. Так. Вот она поменьше, побольше. Ну, давайте вот эту посмотрим. Просто я до этого смотрела клетки, и я не вижу в этих клетках какого-то двойного дна. Здесь одинарное дно. Вот просто он сидит и как бы и ходит там, где и делает свои дела. Мне такое не очень нравится. Может быть, если не найду того варианта, который мне подходит, то придется покупать какую-то сетку, там, по типу сетки рабицы, только с более маленькими ячейками. И постелить сюда вот, на дно этой клетки. Хочется еще вживую посмотреть, чтобы клетка не была маленькая, чтобы кролик не мог не два шага в одну сторону, два шага в другую сторону сделать, а чтобы он мог там, например, прыгнуть даже из одной стороны в другую. Вот эта клетка, которая у него здесь, самодельная стоит, он по ней может нормально нарезать круги. Поэтому я, ну, не хочу его лишать этого удовольствия прыгать и бегать. Тем более я беру его не так часто на прогулку на улицу, где он может побегать. Допустим, раз в неделю он выходит на улицу на прогулку, а так в остальное время, ну, мы его чисто так возьмем, на минут 10, там, посидим с ним и обратно. Вот, то есть он там сам себе режиссер, но, как бы, хочу, чтобы он был не сам себе режиссер в тюрьме, а сам себе режиссер в хорошем там пространстве. Вот, нравится, что здесь есть сенник. Вот это вот сенник. И сено можно не просто положить на дно, и оно просачивается через решетку, и, как бы, от сена ничего особо не остается. А вот здесь вот оно лежит в сеннике, он захотел, пришел, понюхал, выбрал ту именно травинку, которая ему понравилась, и съел ее. А все остальные вот здесь вот дальше лежат, и нигде под его ногами не мнутся. В общем, для кролика тоже. Хочу еще кое-что рассказать, но, правда, у меня здесь только что написало, что у меня осталось мало памяти на телефоне. В общем, вот это вот, вот это я скоро буду убирать, но до этого сейчас хочу кое-что сказать. В общем, мы планируем брать собаку из, как это называется, из приюта, но не такие приюты, где разводят, там, дорогих собак, а из приюта, в которых, ну, собаки живут, там, как говорилось, например, в рекламе раньше, помните, в советские времена, собака живет в приюте 7 дней, потом ее усыпляют. Вот мы хотим в такой вот приют поехать и взять там себе собаку. Во-первых, мне кажется, что такая собака, взятая из приюта, она будет ценить любовь к себе, и она будет любить того человека, который с ней живет, намного больше, чем та собака, которую изначально с детства кормили дорогими кормами, водили на выставки, пылинки сдували. Хотя, может быть, и не факт. Я-то в любом случае буду любить любую собаку, которая бы у нас не завелась, потому что я вообще люблю животных. А вот как ко мне будет относиться на собаках. Например, недавно смотрела какое-то видео про хаски, и вроде бы этих собак много кто заводит, но они не очень человекоориентированы. Они больше, наверное, какие-то стайные животные. Они ориентированы собака на собаку. Какие-то дворняжки, возможно, больше ориентированы на человека. Редактор субтитров А.Семкин